Взрослые не понимают, не помнят, каково это быть подростком. Они с удовольствием забывают этот полустанок на дороге к зрелости. Невинные радости детства позади, а взрослые удовольствия далеко впереди. Так писал Гарри Гайсен. В связи с резонансным самоубийством в Мариуполе и связи трагического акта с так называемыми группами смерти в соцсетях, мне были адресованы вопросы, на которые я отвечу в этом видео. Итак, подростки ищут новые объекты, отстоящие от привычного родительского круга, чтобы обрести независимость, окрепный психологически и социально. Как и все остальное, новые вещи и смыслы сегодня ищут в интернете. В экзистенциальном поиске человек обращается к гуглу во многом так, как наши предки обращались к вагам через гадание и ракула. Руны, идзы, тару, подбрасывание костей или прослеживание полета птиц. Что же случается, если интернет серфит в тревожном и подавленном состоянии? Тогда все встреченные символы начинают восприниматься как мистические знаки, не менее. Любой символ становится посланием и подсказкой от мира. Я описываю сложный процесс, в котором задействованы воображения и ранние фантазии. Но что происходит, если нет сталкер останавливается на группе смерти? Группа дает готовый ответ и тем самым вульгаризирует и упрощает ценный экзистенциальный поиск. Ангел смерти предлагает типичное решение. Парадоксально, но не такой, как все, начинает действовать, как все в группе. Почему? Есть фактор общности, мрачной эстетики, антураж. Поскольку неофит находит группу в тяжелом и подавленном состоянии, он относится ко всем заявлениям модератора некритично. То есть не подвергает слова и действия самозваного ангела смерти сомнению и анализу. Неофит воспринимает его словами с критикой, как духовное откровение. Далее развитие событий зависит от навыков и личных целей собеседника по ту сторону экрана. Почему же некоторые подростки, получив указания в квест, могут посмеяться и в итоге соскочить с этой темы? А другие воспринимают домашние задания почвены на вредительство как серьезные и пополняют список символических трофеев модератора. Кто же следует за чужим «Juissance mortifère»? С психоаналитической точки зрения разница состоит в особенностях психики и личной истории различных субъектов. Глубоко вязнет в этой ловушке тот, кто голос самозваного ангела смерти приравнивает к голосу сверхъя. То есть контролирующие инстанции собственной психики. В данном случае относительно анонимность модератора, его загадочный психоним и общая мрачная эстетика способствовали такому смешению. Неофит смешивает голос из глубин собственной души с каким-то голосом извне. Увы, если сверхъя подростка достаточно сурова и деструктивна, то предписание ангела становится возвращением вытесненного содержания из реального. Круг жубеля съемок бит замыкается трагически и навсегда. Большое спасибо за ваше внимание и за вопросы. Моя особая благодарность участникам группы «Психоанализ» в Украине. До новых встреч, дорогие друзья. Не хотите пропустить новости? Подписывайтесь на канал. До новых встреч, дорогие друзья.